да ребят здрасьте снова это у нас тут серия видео про некоего димана в общем там еще одна есть интересная история мы разбирали на тренинге здесь дальше ты как бы про это увидишь мы ранее говорили что у этого парня было скажем там негативное восприятие девушек относительно денег потому что его часто там динами ли как-то пытались его использовать именно материальное ему это конечно же там не нравилось было неприятно на тренинге была такая ситуация когда он договорился встретиться с девушкой она как я буду с подругой приезжайте по потом уедем с тобой уже там с тобой на свидание вот и он насторожился потому что как бы это было из его собственного опыта и причем у некоторых из вас по-любому были такие истории когда вы приезжаете девушка горит я с подругами приедьте забери меня может быть с нами еще минут десять посидишь и как бы если девушка оказывается непорядочная такая то есть ты приезжаешь они говорят садись ты сидишь с ними 5-10 минут все закончилось и они тебе предлагают расплатиться за весь их банкет там еще даже до этого не доходит там просто как устроен наш мир приходит официант чек счет кладет мужчине ну то есть если это брать москву и собственно говоря где официанты обучены многие мужчины действительно в этой ситуации почувствовали бы вот этот вот гнет этого социального программирования до что типа бренд придется платить потому что я же мужчина да и такая немая пауза повисает как бы я сейчас говорят не о том что все женщины там такие сякие плохие коварные злые но бывают и такие нужно быть к этому готова причем они такие только с определенными мужчинами то есть с кем-то другим она бы даже не позволила себе так сделать а например если ты себя неправильно изначально спозиционировал она может позволить себе вот такое хамство и они сидят эти девушки такие да смотрят и ждут поскольку в такой ситуации уже был где-то это крайне неприятно меня типа использую сейчас просто даже дело не в деньгах а в самом принципе какого хера да и в этот раз он сильно переживал говорю блин а вдруг будет точно так же типа чем не делать так вот если вы вдруг рекомендация вам от меня если вы вдруг в такую ситуацию попали вы должны понимать одно если девушка позволяет себе вот так себя вести соответственно вот эту вот как бы аферу с вами она проворачивает вот она сейчас происходит на ваших глазах то эта девушка как минимум непорядочная охреневшая ну в общем она очень пользу да то есть она открыта без каких-либо вообще зазрений совести без намеков сейчас юзает вас тебя в частности по полной это и должно быть отправной точкой на тот случай что если вдруг у тебя будут какие-то угрызения совести и так далее это и должно давать тебе всю полную свободу в действиях либо в словах в ее адрес тебе уже открыто дали понять что на тебя просто похуй понимаешь ты для нее этот человек который можно использовать поэтому не должно быть никакого стеснения смущения и так далее ты говоришь ей я не буду за вас платить я плачу только за свою любимую женщину то есть переворачиваешь этот фрейм мне сейчас неприятно я в тебе разочаровываюсь ты меня сейчас себе разочаровываешь поэтому давай сделаем так вы тут допивайте доедайте я тебя подожду на улице и там мы с тобой на эту тему договорим но меня для тебя будет серьезный разговор я надеюсь это было в последний раз встаешь и уходишь ну как то так можно было бы сделать это короче это самый культурная шанс на то что девушка выйдет и скажет прости меня пожалуйста извини он очень небольшой хотя может быть и такое тоже поверьте мне можно просто сказать коротко что я платить не буду и все но в этот момент ты должен быть готов к тому что они сделают крайне недовольное тобой лицо ее подруги обязательно сделают такие лица типа из серии кого ты привела как будто ты я не знаю ребенка съел на их глазах там не знаю или собаку у кого-то отнял шпица просто я сожрал его живым будь готов к тому что они начнут использовать вот эти свои манипуляции которые происходят на основании вот этого социального программирования что типа чувак да ты охренел там ты что ты же мужчина как тебе не стыдно тебе что там жалко ну то есть на это начнется еще раз в этот момент осознавай только одно она охренела у вас все равно с ней отношений никаких не получится но в лучшем случае будет секс как бы это я думаю если она тебя уже использует и юзает то даже наверное на тебя как мужчину уже не воспринимает поэтому там уже все потерял смело можешь доставать и показывать как с этим не столкнуться вот типа некая мера профилактики когда она например говорит я буду с подругами приезжай забери меня и все такое ты можешь сказать отлично я буду в соседнем баре я не хочу вам мешать нет ни в коем случае нет что ты поэтому когда ты закончишь ты просто мне напишешь смс-ку когда выйдешь из бара на улицу и в течение двух минут я подойду я буду где-то неподалеку если ты почувствуешь оттуда какую-то уж излишнюю гостеприимность это к нет я настаиваю чтобы ты приехал но уже могу тебя как бы предупредить что это попахивает вот тем что они ждут не тебя твою кредитную карточку опять же не все совершенно не все женщины такие ни в коем случае не дай бог куча хороших но к сожалению такие попадаются и особенно всяким там добрым добродушным мягким парням как то так это способ и тебе обезопасить себя самого сейчас смотри продолжение с тренинга как это было на самом деле увидимся пока еще один кусочек важнейший для тебя информации потом посмотришь пример с тренинга как это было на самом деле именно история сейчас ты увидел пример одной из женских манипуляций на самом деле девушки и женщины будут постоянно тебя проверять и будут тобой манипулировать пытаться почему они это делают они это делают и специально они это делают и не специально то есть неосознанно это происходит с самого начала при знакомстве на свидании в отношениях в семье и так далее так далее так далее кто в этом виноват конечно же можно всегда обменить женщин какие-нибудь злые коварные несчастные что делать с этим я считаю что виноваты в этом мужчина виноват в Это в принципе не мужчина, не женщина, а человек, который не имел информации о том, как распознавать манипуляции, как с этими манипуляциями работать. Мы живем в таком обществе, когда в принципе независимо от пола люди друг другом постоянно манипулируют. И если ты не научишься видеть и различать эти манипуляции и что-то с ними делать, как-то им противостоять, ничего хорошего с этим не будет. А получается история какая? Вы зависите от женщин, у вас их недостаток, у вас отсутствие выбора. И вы зависите от того результата, который будет с ними. И в итоге женщины, когда они начинают вами манипулировать, очевидно, в ответ, вы с этим ничего не делаете. Женщины в итоге теряют к вам всяческий интерес, уважение, влечение и ни на какой хороший исход событий рассчитывать не стоит. И ты уже в курсе, что 25 числа у нас пройдет тренинг в прямом эфире, онлайн тренинг, который называется «Волшебная таблетка от страха знакомства», где ты сможешь научиться преодолевать свое волнение при общении с женщинами первичным, и, наконец-то, у тебя все начнет получаться. И в самые ближайшие дни откроется уже возможность забронировать себе место. Также ты можешь приобрести запись этого тренинга. И там же, в рамках этого мероприятия, ты получишь бонусы. Это 5 видеоуроков, которые ты будешь получать каждый день на все важнейшие темы общения с женщинами. Это большое двухчасовое видео о системе привлечения женщин. Это PDF-книжка, которая называется «О чем должен знать каждый мужчина». И все это за невероятно маленькую стоимость, просто символическую, только для того, чтобы ты хоть что-то начал внедрять. Это очень важно. Но у меня для тебя еще одна охренительная новость по поводу манипуляций, потому что это очень болезненная и актуальная тема. Значит, смотри, только в рамках этого тренинга ты сможешь приобрести еще и тренинг, который называется «Женские проверки и манипуляции». Больше нигде такой возможности не будет. Как отличить проверки от манипуляций? Самый сильный женский страх, из-за которого девушки говорят «нет» и манипулируют тобой. Как при помощи манипуляции женщины загоняют мужчин под каблук? Почему они говорят, что за ними нужно красиво ухаживать, а общаются они на самом деле с какими-то нахалами, плохими парнями и так далее? Где логика? Почему они ведут себя так, как будто бы все, что есть, нужно только тебе? Как будто бы им ничего не надо. И все в таком духе. То есть это ключевое, что тебе нужно знать в общении с женщинами. Если ты не будешь знать о женских манипуляциях, не научишься их видеть, читать, самое главное говорить «стоп, со мной так не прокатит». Как минимум тебя ожидает будущее либо в одиночестве, либо в статусе конченого подкаблучника. Если ты не обладаешь этой информацией, ничего хорошего не будет. Если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк и комментарий, посмотри дальше продолжение и обязательно почитай все подробности там внизу. Если ты узнаешь эту информацию, твоя жизнь охренительно изменится в лучшую сторону. Развонил сейчас свою, которая идет на свиданку. Она сказала, что у нас подружка где-то в кафе сидит, мне скинет стойочку, где-то там сидят. Я подозреваю, что есть вероятность, что меня могут подтянуть, чтобы оплатить себе счет. Как ты это подозреваешь? Ну, они хрен его знает. Может быть, есть вероятность, но как бы я бы сделал так, я бы пришел, сказал, выходи, я жду на улице. Или там, я подъезжаю, выходи. Если даже она скажет, зайдешь, зайду. Привет, привет. Ля, чувак. Если ты на что-то не подпишешься, тебя хрен кто подпишет. Хотя девки так иногда делают. Но, конечно, для тебя это вот момент прокачаться. Она такая говорится. Как она это сделает? Давайте моделируем ситуацию. Это, кстати, полезная штука, потому что кто-то из вас может... Ну, да, мы сидим вместе там с этой подругой. Там полчасика что-то еще что-то. Потом подругу уебывает. Она мне оставится вдвоем. Она говорит тебе, давай, хрен, я сейчас в счет оплачу. Все равно говорит, садись. Да. Ты садишься. Да. Что уже неправильно. Тогда, если ты боишься, что будет такой исход, скажи, не, ну, как бы это... Я тебя заберу, давай, там, тебе пять минут, ну, я пойду там пока, подышу воздуху, позвоню по работе. Вообще, ну, не надо садиться туда тогда. Либо, если я вижу, что все в порядке... Либо ты садишься, говоришь официант, там, это, мне, там, не знаю, бокал воды, там, допустим, да, оно приносит, ты, там, достаешь, не знаю, бокал воды, там, допустим, ну, там, бутылка воды стоит 100 рублей, да, например, 200, там, в кафе, там, ты берешь, там, кладешь пятихар, пробуешь, напиваешь, ладно, тогда вы, там, прощайтесь, не буду вам мешать, ты можешь это галантно как-то завернуть, там, супер, я подожду на улице. Все, ты, вроде бы, и расплатился за себя, во всяком случае, как бы, и ушел. Если там хоть какой-то намек начнется на то, что, ну, как, я даже не понимаю, как это может быть, как они скажут. У меня такое, наверняка, было когда-то в очень давней молодости, поэтому я не помню. Официант может принести счет, как бы, они не будут... И он даст ему, потому что это... Да, как бы, ну, официант там может рядом счет полотых, а они, как бы, не будут спешить, вышлывать свои карточки или выгодные. Ну и что? Нет, ну, в данном случае, я вообще сказал, ты уже заранее знаешь, что она будет подругой. Тебе это надо, нахер тебе это подруга. Нет, ну, ты говоришь, хорошо, а она говорит, приезжай сюда, да? Да, да. Ты тогда ей сейчас напиши, что хорошо, но я хочу там общаться с тобой вдвоем, естественно, да? Поэтому тогда, как буду подъезжать, ты уже будешь готова выйти. Если я, скажем, присаживайся, окей, присел, прям, я тебе говорю, взялся сока, там, выпил, достал пятикан, положил, короче, пишу. Ну ладно, не буду вам мешать, вы прощайтесь, пять минут тебе, надеюсь, хватит. И они еще пока начинают, ты уже встаешь, говоришь, не мешаю, жду тебя на улице, все. Если они, как бы, уже начинают намекать или прямым текстом говорить из серии, там, как... Да, ну это тоже, до маразма не надо доводить, надо знать свои границы, надо знать свои убеждения, надо знать то, как бы, что у тебя есть принцип, там, да, нахуй тебе вот это. То есть, даже дело не в этом, дело в том, что они тебя, как бы, посчитали вот этим вот, там, человечком, этим дрочером, который, вот, как бы, используется имя для... Ну, вот это самое обидное. И если вдруг у тебя начнет какая-то, там, вот это социальное программирование, иначе я бы никак не назвал, просыпаться в тебе, ты в этот момент, сам, сейчас, ну, блядь, они, что, охуели, они меняли, решили просто, ну, как бы, использовать. Должно быть, наоборот, возмущение, что, типа, какого хрена, если ты вдруг это замечаешь, ты говоришь, слушай, ну, че вообще проблема, я тебя приглашаю, мы пойдем посидим без проблем, я не буду платить ни за тебя, ни за твою подругу. Причем это должно быть связано настолько с удивительным охуеванием от того, что вы че, как вы говорите, что, из мета-сообщения человека, который не собирается это делать, даже, когда сейчас его расстрелят, и будут просто тяга к стенке поставить, чтобы че-то добавить. Не надо, почему у тебя вообще это возник, вопрос такой интересный? Ну, ты же сказал, что я зефир, там, я, как бы, всегда с девочками мягко себя веду, это, что я воспринимаюсь, как слабость. Вот, я, конечно, их не фуесочек там не был. Нет, ты можешь мягко сказать, извините, пожалуйста, у меня есть определенные принципы, я не хочу сейчас платить за вас, потому что, в принципе, нет для этого никаких оснований, поэтому я вас рад был приветствовать, на всем жить откланяться. Ну, я не знаю, ты можешь мягко, как угодно сказать и съебаться, это же не говорится, что это лучше хамить там. Просто ты сам себя в этот момент спросил, так, знаешь, прям на паузу поставь там все это, вот это все, что происходит такое, типа, вот и факт, типа, я вообще что сейчас, хочу это делать или не хочу? То есть, все должно через эту призму, хочу, не хочу, поэтому, я себя не наебу в этот момент, потому что ты потом себя же сгложишь, понимаешь, ты будешь проходить неделю об этом думать, сука, как неприятно. Потому что, если эта женщина, в принципе, уже у нее будет такая идея в голове, то она уже конченая тварь, она тебе не нужна, ты ее уже потерял.